Я не думаю, что это кто-то ради шутки здесь оставил. И такого рода находки заставляют нас реально задуматься. Мало ли какой реактив оставшийся могут вынести и скинуть в реку. Но вот это, конечно, вообще не смешно. В этот раз Всероссийское общество охраны природы получило сигнал от жителей городского поселения Кузьмиловского. Это Ленинградская область, Севоложский район. Конкретно сейчас мы с вами находимся на санитарной зоне, прилегающей к ГИБ. По ту сторону у нас находится непосредственно сам поселок. И, конечно же, жителей беспокоит не только вот эта несанкционированная свалка, но и не в последнюю, а даже, наверное, в первую очередь, возможность экологической угрозы, угрозы, связанной с радиоактивными отходами. Был такой вопрос о радиации, был. Вот, и разговаривали, а потом все свели на нет. Но так как у нас администрация, все эти ребятки, они совершенно не заинтересованы ни в какой экологии нашего поселка, не владеют данной ситуацией, у них нет даже никакого материала. Почему же местная администрация закрывает на это глаза, остается только гадать. Может быть, когда-то этот вопрос и поднимался, но, тем не менее, мы видим, что возле ныне там, и вот эта картина маслом, которая предстает вашему взору, она до сих пор здесь. Но следуем дальше, посмотрим, что нас ждет в той стороне. Мы сейчас идем ко второй точке нашего рейда, и до сих пор, если вы посмотрите, здесь продолжаются, продолжаются горы этого мусора, нескончаемые. То, что мы видели с вами вначале, было лишь верхушкой айсберга. То, что видим сейчас, удивило даже нашего оператора, а он ездил с нами по многим местам в России. То, что мы вот здесь видим, это не только строительный мусор, но здесь даже бытовой. И он разбросен вдоль всего побережья, вот этого вот заболоченного водоема с мертвыми деревьями. То есть это не просто сухостой, это деревья, которые на самом деле, видимо, не выдержав вот этой всей нарушенной экосистемы, просто пришли вот в это состояние. Если мы с вами посмотрим вот эти вот синие стены, крышу предприятия Aller Pit Food, которые находятся рядом с прилегающей дренажной канавой, в свою очередь повлияли на то, что со временем вода стала стекать сюда, потому что дренажная зона была нарушена, а плюс также стойки, которые сюда шли, со временем это стало образовывать вот такое вот болото. И в любом случае, чтобы не быть голословными, мы, конечно же, сегодня будем брать и пробы, чтобы проверять вообще состав воды, может ли там вообще какая-то жизнь существовать, и насколько это на самом деле опасно, какую несет угрозу для жизни не только местного населения, но и в любом случае для местной экосистемы. Ну что ж, первая локация, вот наш улов. Мы на этом еще пока не заканчиваем и следуем дальше. Довольно интересную картину наблюдаем мы здесь. То есть видим трубы, которые заходят на территорию ГИП или с территории ГИП, ну, неважно. В любом случае, как бы, явно налицо аварийное состояние. То есть какие-то пары, какая-то лужа, какая-то труба непонятная из нее, вода выходит. Должно ли это быть так? Я думаю, нет. Собственно, здесь мы наблюдаем начало каменного ручья, которое дальше уходит за территорию забора ГИП, тщательно закрытую, зарешоченную, но видим тоже не в самом идеальном состоянии. Даже если посмотреть, вот там какая-то шина видна, тракторная, я не знаю, или Зиловская. Собственно, здесь одна из точек нашего маршрута – это ворота, за которыми находится дорога к радиохимическому комплексу, где и лежат те самые твердые и жидкие радиоактивные отходы, которые так беспокоят жителей поселка. Что ж, шансы на успех малы, но надо попробовать, надо постараться. Мы сейчас попытались пройти со стороны трассы к забору в территории ГИП. Посмотрим, может, получится. Здесь просто очень много деревьев. К сожалению, новый забор поставили. Да, ну ладно, попытка не попытка. Мы попытались, но сейчас попробуем с другой стороны зайти. Продолжаем. Сейчас идем по этой дороге к очередной точке, где будем вести съемку нашу. И, честно говоря, все равно решили остановиться, показать вот эту территорию. Такая зона отчуждения, как будто бы мы в Чернобыле. Посмотрите на вот эти деревья, они все как будто мертвые какие-то. Ну, у нас по ту сторону находится ГИП, здесь у нас находится ТЭЦ местная. Но, тем не менее, я не знаю, каким образом вот это так могло образоваться. Я не знаю, тут реально какая-то по ходу экологическая катастрофа, которую то ли не видят, то ли не хотят видеть местные власти. И как бы как с этим бороться дальше, конечно, это очень большой вопрос. Пройдя довольно немалый путь вдоль восточного и южного периметров рядом с ГИП, мы наконец-таки вышли на западный периметр. Здесь лесной массив. И здесь один из ручьев. Я вот не совсем понимаю, не совсем ясна его природа, но знаю, что чуть дальше он втекает в каменный ручей, но также свое начало берет откуда-то с территории ГИП. Мы сейчас постараемся подойти поближе к той зоне, где находятся очистные сооружения, как видно на карте, и посмотреть в целом вообще, так это или нет. Ну и что вообще там происходит. На территории сегодняшнего ГИП находится очень много предприятий разного направления, химического, косметического, фармацевтического. Есть, собственно, и свое предприятие, которое разабатывает бытовую химию, и не только. И поэтому нужно понимать на самом деле, что попадает в каменный ручей, а дальше уже по нему. Наши поиски вывенчались некоторого рода успехом. Мы наконец-таки нашли ласт в тене. Но, честно говоря, по пути встретили не очень обрадовавшую нас находку. Благо у нас для этих средств есть дозиметр. Видим вот такой вот пластиковый корпус, явно лабораторного характера. Честно говоря, с такой находкой, и мне теперь не хочется расставаться даже с счетчиком. Вот. А сейчас пойдем, будем пролезать на территорию. Вот такой вот лаз у нас тут. И там уже, собственно, территория ГИП. Счетчик пикает, но вроде пока все нормально. Но, как говорил, не теряем бдительности. И будем осторожны. Тут всюду ветки тоже бьют в глаза. Чего стоит удивляться? Картина маслом вашему взору. Пожалуйста. Вот у нас два канализационных люка здесь. И оттуда идет сток. И вот по вот этой ваняйке это все идет в сторону каменного ручья. Как я уже говорил, дальше он у нас впадает в охту, а еще дальше в него. И, знаете, как бы я не удивлюсь, если мы действительно что-то найдем очень интересное, когда будем брать пробы и отправлять уже их на исследование в лабораторию. Мы сейчас как раз добрались до зоны очистных. Это одна из территорий. Можно было бы подумать, что они не действующие, но тут слегка подсохшие следы машин. Значит, что-то сюда, может, на осенизаторах или еще что-то с предприятий, там, с комплексов привозят и сбрасывают. Потому что, как бы, ну, если посмотреть, здесь не видно, что оно все высохло, как бы, да, а дождя за последнее время мы явно тут не наблюдали. Чтобы не быть голословным, честно скажу, здесь очень такой смешанный запах. Да, с одной стороны присутствует запах, напоминающий чем-то дождевую воду, но с другой стороны он смешан с явно выраженным канализационным стоком. И это вот сток, отголоски которого идут с той съемки, которую мы делали чуть ранее, на территории ГИБХ. То есть те канализационные люки. И, поверьте, это не запах, оставшийся на сапогах, это реально, я вот то, что чувствую, вот просто вот от воды в данный момент. Поэтому будем брать пробу здесь, потому что здесь, как бы, начинается тот момент, то начало берет, как бы, да, каменный ручей. Именно то, что проходит через всю территорию института от завода прикладной химии, вот ГИБХ, и дальше это уходит в реку Охту. Она, как я уже говорил ранее, впадает в него. Соответственно, как бы, все, что попадает сюда, идет дальше. Те масштабы экологической катастрофы, которые мы с вами сегодня видели, начиная от первой нашей точки и заканчивая здесь, это настолько возмутительно и настолько поражает, что с этим надо что-то делать. И если местной администрации на все это, что вы сегодня видели, абсолютно наплевать, то мы на это глаза закрывать не будем. Это Экорейд. Оставайтесь с нами и следите за развитием событий.